А сейчас речь пойдет о достижениях и историко-культурном наследии одного из старейших городов нашей страны. Его в свое время прозвали Белорусской Одессой, а Ильф и Петров устами детей лейтенанта Шмидта, прекрасным высококультурным местом. Самобытный Бобруйск, это про него самый крупный город областного подчинения по численности населения, и седьмой в Беларуси уступает лишь региональным центрам и столице. За что жители любят свою малую родину, как она стала уютным местом для жизни. А также о большом производственном потенциале самобытного города Могилевщины расскажет Катерина Стриха. Древний белорусский город с неповторимым колоритом. Впервые о нем заговорили в 1387-м. Небольшое поселение основали на пересечении Минска и Слудской дорог, на правом берегу живописной Березины, в которую впадала небольшая Бобруйка. Жители не стали перечить славянским обычаям и назвали место в честь маленькой речушки. Так город и стал Бобруйском. Но нас встречает главный символ этого края – Бобр Самуилович. Водоплавающий зверек появился на улице Социалистической в 2006-м. С тех пор местные уверены – город в обиду не даст. Только вот необходимо проложить путь к сердцу этого хищника. Сделать это можно путем поглаживания. Говорят, обязательно принесет богатство и удачу. Проверим. Говорят, название города могло возникнуть и из-за бобрового промысла, который в древние времена процветал в этих краях. Сегодня же ведущей отраслью экономики является промышленность. В Бобруйске действуют 35 крупных и средних организаций, которые обеспечивают стабильной работой и хорошим заработком более 45% трудоспособного населения города, а это около 25 тысяч человек. Открытое акционерное общество «Белшина» – крупнейший в Европе производитель шин для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники, а также прицепов у строительных машин. Важное событие произошло на предприятии 6 лет назад. Здесь изготовили сверхкрупногабаритную шину. Уникальность ее в том, что высота достигает 4 метров, но весит она более 5 тонн. И что интересно, шины большего размера в мире не существует. Для производства шин в Бобруйске используют более сотни видов сырья. Главный поставщик – Российская Федерация. Сегодня ставку делают на внутренний рынок. В приоритете – белорусский потребитель. За 23 год мы поставили 20 новых моделей шин на серийное производство. В этом году, за иссякший период, уже 7 моделей стоит. Еще 21 планируем поставить. В основном это упорно-потребительский рынок, это легковые шины. Также учитываем потребность наших комплектующих предприятий – МАС, МТЗ, БелАЗ. А на чем сделан акцент в бизнес-плане на 2023 год? На удовлетворение потребностей сельскохозяйственных организаций. Это машиностроительного кластера Республики Беларусь. Продовольственная безопасность страны диктует эти условия. Обеспечивают работой и молодых специалистов. Ежегодно на предприятие приходит около 100 человек. Уроженка слонима Алина Пролюк оказалась в Бобруське по распределению. Город и его возможности впечатлили сразу. Надбавляют процент за стаж работы. Также стаж, который мы получили в университете, учитывается в наш рабочий стаж. Поэтому зарплата получается немного выше. И вот это очень хороший бонус для молодых специалистов, которые сюда приходят. Предприятие действительно достойно несет свое звание лучшего в Беларуси по производству данной продукции. Секрет успеха, говорят на предприятии, в надежных деловых партнерах премиальной продукции и постоянном обновлении оборудования. До 2030 года в техническую модернизацию предприятия «Белшина» инвестируют около 130 миллионов рублей. А еще планируется, что в течение ближайших трех лет продукция открытого акционерного общества займет половину внутреннего рынка с синякой. В этом году более 80% государственного бюджета направлены на развитие социально-культурной сферы Бобруська. В денежном эквиваленте это более 360 миллионов рублей. Самые большие суммы ушли на поддержку объектов здравоохранения и образования. Два года назад свои двери распахнула гордость Могилевской области. Средняя школа номер 35 имени Павла Батова. В новом учебном году здесь будут обучаться 1700 человек. От родителей первоклассников уже принято 220 заявлений. Желающих немало, так как школа оборудована по последнему слову техники. Каждый учебный кабинет оборудован мультибордом. У учителя есть персональный компьютер. Все это оборудование подключено к сети интернет. У нас есть четыре лингофонных кабинета современных. Два кабинета физики, два кабинета биологии. Кабинет химии тоже оснащен всем необходимым оборудованием. Очень большая спортивная база как на улице, так и внутри учреждения. Отдельный бассейн. Среднюю школу номер 35 построили в молодом и динамичном районе Молодежный. Почти за два года ее успели посетить делегации из Ярославля, Санкт-Петербурга и Монголии. Азы знаний здесь постигают не только бобруйчане, еще и жители Глузского, Мозорского, Кричевского и Жлобинского районов. Модной удобной формой школьников и не только бобруйских обеспечивает гордость города на Березине – фабрика «Славянка». Появилась она здесь в 30-м году, а сейчас является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси. К новому учебному году «Славянка» уже пошила более 60 тысяч изделий для школьников. А еще под именем известного белорусского бренда производится широкий ассортимент одежды – пальто, куртки, плащи, брюки, костюмы, юбки и жилеты. «Славянка» в год отшивает почти 800 тысяч изделий. В бобруйских цехах и в двух филиалах трудятся более тысячи человек. Оксана Потопейко пришла на предприятие 23 года назад. У нас почти 100% женских коллективов, у нас только два механика и один электрик. У меня никогда не было мысли уехать в Соливису. Я считаю, где родилась, там и приказилась. У нас очень хороший, спокойный, тихий город. У нас очень отзывчивые, светлые люди. И во главе с руководством мы считаемся одной большой семьей. Об успешности фабрики и признании покупателей говорят сами цифры. Мы очень хорошо закончили первое полугодие этого года. Объем реализации – 119%. Объем производства в сопоставимых ценах – 104,5%. Выручка от реализации – 119%. Экспорт – 109%. 45% идет на рынок России и остальное остается в нашей республике. Поэтому мы имеем возможность обеспечить всех покупателей нашей продукции. Уже выполнили инвестиционную программу, рассчитанную на год. Закупили новое высокотехнологичное оборудование на сумму более чем 1 миллион рублей. Славянка поставляет изделия в 8 магазинов республики. В целом потребительский рынок Бобруйска – динамично развивающийся сектор экономики. Здесь работают почти 3000 объектов розничной торговли, 5 рынков, 35 магазинов и 175 интернет-площадок. Город, который в свое время неофициально называли еврейской столицей, славится и богатым историко-культурным наследием. К примеру, в 40-х годах 19-го столетия Бобруйская цитадель, старшая сестра Брестской крепости, считалась не только самой неприступной в Российской империи, еще и одной из лучших в Европе по уровню боевого оснащения. Легендарное сооружение видело события войны 1812 года – Декабристского движения и Великой Отечественной. Сейчас о Бобруйской крепости ходят легенды. Говорят и про спрятанные под землей наполеоновские сокровища, и про многочисленные лабиринты, а также упоминают про загадочный призрак Белой Дамы, который то и дело исчезает и появляется. Если говорить о современных реалиях, то недавно открыли сбор средств на реставрацию Бобруйской крепости. На территории памятника истории и архитектуры первой половины 19-го столетия планируют создать центр патриотического воспитания, а также музейную экспозицию. Это позволит привлечь туристов в самобытный город на Березине и дать им еще один повод назвать Бобруйск комфортным местом для жизни. В главном эфире Катерина Стриха, Роман Филютич и Максим Львов.